Ранница между ними составила 3 тысячи 120 рублей. Исследование показало, что иметь 3-х условных участок в наше время очень выгодно, за что 3-х условных участков нашей семьи экономизируют сумму денег. 18 марта в Железногорске проходил второй этап 5-го муниципального форума «Потенциал будущего». В своих стенах юных исследователей принимали 3 учреждения дополнительного образования. Станция юных техников, детский эколого-биологический центр и дворец творчества. На самом деле все проекты очень интересные. Каждый заставляет о многом подумать, вытащить из каждого что-то свое, что-то интересное, что-то новое. Понятно, что их огромное количество и вся информация в голове не укладывается. Но что поделать конкретно из своего проекта? Я очень много узнал о стратегиях перевода названий фильмов с английского языка, о их приемах и так далее. Муниципальная научно-практическая конференция «Культура, интеллект, наука» – это одно из старейших городских мероприятий. Несмотря на то, что форум проводится только пятый раз, конференция разменяла уже третий десяток. И в этом году она уже 31-я по счету. Почему, на твой взгляд, важно принимать участие в исследовательной деятельности? По-моему, это развивает очень сильный кругозор человека и помогает в будущей профессии определиться. То есть очень важны умения, то, что не боятся выступать на сцене, не боятся публики отвечать на вопросы, реагировать на все спокойно, не нервничать. Ну и вообще просто это очень хороший опыт для дальнейшей жизни. На станции юных техников на трех секциях физики, математики и информатики 15 школьников представили 11 исследовательских работ. В ДБЦ на шести секциях жюри заслушало 35 работ из области естественных наук, от 44 юных биологов, экологов и химиков. Мы делали работу на тему вред курения и также под темой этой работы является ли подсистема альтернативной, альтернативой курения, безубидной. Мы в ходе работы доказали, что это не так и подсистемы такие же вредные, как и сигареты и стики. Наша тема была, получается, лингвистика. Наша секция лингвистика, тема нашего проекта была, получается, сравнение английских и немецких шутеров. Ну, я из своего проекта узнала, получается, больше узнала о немецкой культуре, о английской культуре, о восприятии юмора в разных культурах. Самое большое количество работ, 52, было представлено в направлении социально-гуманитарных наук. В этот день во дворе творчества пришли 70 увлеченных наукой школьников в сопровождении своих руководителей и групп поддержки. Мы рассматривали вред фастфуда, сравнивали его с традиционно русской пищей. Какое влияние оказалось на нашу культуру и на наше общество. На ваш взгляд, вообще, почему важно участвовать в таких мероприятиях? Когда развивается кругозор, также новые знания появляются, узнаешь что-то новое, чего раньше не знал. История и культурология, лингвистика и литература, медицина и экономика, психология и педагогика. Спектр интересов ребят и представленных ими тем исследовательских работ разнообразен. Хочется отметить, что каждый год уровень докладов, уровень ребят, которые участвуют, он остается на стабильно высоком уровне. То есть дети стремятся, дети изучают, дети тянутся к знаниям, к науке. Это очень хорошо, это очень радует. Поэтому и нам всегда это очень приятное участие и рады, что дети горят этой проблемой и испытывают от этого положительные эмоции. И мы надеемся, что спустя небольшое количество времени отряды докторов пополнятся юными, активными, молодыми, грамотными специалистами. Лучшие работы, занявшие первые места и рекомендованные жюри будут представлены на отборочном этапе Краевого молодежного форума «Научный технический потенциал Сибири». Космос Глазков, Максим Грязнов, Руслан Сапожков, Алексей Арделан, Железногорск. Специально для Атом ТВ. Продолжение следует...